Всех приветствую на своем канале. Случился у меня вчера хампетянский юбилей, то бишь 33 человеческих года у меня стукло. Аж так. И, ну конечно, всем, кто из подписчиков моего канала, немногочисленным подписчикам из моего канала, всем, кто вспомнил вовремя про этот день и меня понравил, конечно же, большое спасибо и тем, кто на Одноклассниках старался, и ВКонтакте, и здесь на канале. В общем, мне это очень приятно, я это очень ценю. Ну и тем, кто не подписчики, тоже спасибо, конечно. Ну, те, кто не подписчики, вряд ли это будут смотреть. В общем, можете сказать, что у меня подарки немногочисленные, но то, что нужно мне. В общем, один подарок у меня от подружки Маши, он еще в процессе где-то там заказа. Сазона мне так и не доставили, ни 12-го, ни 14-го. Вчера вечером написала с вопросом, типа, где доставка. Да, они пока молчат. Ну, это у меня не первый раз, они мне уже пару раз как-то так было, что доставка пришла с опозданием, с извинениями и бонусными баллами довесок или типа того. Ну, я сейчас случайно ногой задела таблетку. Возможно, это было слышно. Ужаса. В общем, тут у меня один подарок вообще на Новый год, потому что вчера ко мне заходила подружка, которую из-за ее семейных обстоятельств я не видела аж, наверное, раз прошлого года, может быть, с октября. Ну, мы с ней обменялись там подарками на ее день рождения, которое уже было там где-то осенью, на мое, соответственно, день рождения, но и на Новый год. Вот, в общем, то, что у меня бонусом на Новый год давно не как. Вот вчера я только получила, это вот эта шикарная соль до ванн, ну, а мы с ней отговаривали, в принципе, подарки. Она спросила, что я примерно хочу, я сказала, что примерно хотелось бы. Сейчас только что кот покушал и сел сзади на табуретку за штативом. Надеюсь, ничего такого трагичного не случится, он ничего не сворудит. В общем, это вот соль до ванн, это серная жемчужина, тут 900, пардон, грамм, соль до ванн, расслабляющая. Розовенькая такая, не знаю, там, что такое, в общем, какая-то там композиция парфюмерная, что конкретно в этой композиции добавлено. Тут ракушка такая нарисована, натюрель, бодилайн. Вообще, мне нравятся и соли вот эти от Лары Белараспа, да, и северная жемчужина вот такие вот. И даже соли, которые вот я потом обозру, тоже мне очень нравятся. Хоть там некоторые и вопер что-то про эту марку. Ну да благословит их какой-нибудь Бог. Ой, какой бы Бог бы их. Ну пусть их и Ралу благословит. В общем, сделана она у нас в январе сего года и срок годности у нее 24 месяца. Я вчера хотела очень полежать в ванной, но что-то я так умоталась. У меня получилось 4 мелкокрупно-среднепразднования день рождения. Сначала у меня в 9-10, в 9 утра 10 минут. В 10 минут 10 пришла ко мне одна подружка, потом мы встретились с другой подружкой, потом мы с Маркой посидели в кафе. Кот у меня только что по ходу дело скоммуниздил чай-кол от фотика. И еще потом уже я у Рани посидела. В общем так, вот кажется, что не полный такой тюбик. Ну я его вчера открыла. Мне кажется, она пахнет вот этой, знаете, такой вишенкой. Вот чай еще такой. Я вчера у подружки, мы после кафе к Машке зашли, пила у нее этот базилор. Кстати, я потом еще буду от обзор моих покупок, можно сказать, пустых баночек, потому что уже ничего не сохранилось, все уже выпито и сожрено. Пустых баночек, пустых коробочек еды. Если вам интересно, то приглашаю потом просмотр. Постараюсь сегодня записать, не знаю, как получится сегодня или выложить это все. Но еще будет одно видео, посвященное АСМРе, и те, кто не любит АСМР вообще или не смотрит у меня его на канале, то можете не тратить времени смотреть, там вас особо оно не коснется. Ну в общем у меня 3 видео сегодня, ладно. В общем вот такая соль, вот там был вот этот чай, что заговорила про вишню, там был в общем от базилора, я не помню название, в такой новогодней коробочке, как-то, то ли красный камень драгоценность, то ли еще что-то такое, ну вот в переводе на русский, соответственно, просто у меня в голову так запало, и там был кусочки киви, кусочки, ну точно по-моему, или средний, или крупный листовой черный чай, кусочки киви, кусочки вишни сушеной, потом лепестки василька и ароматизатор натуральный миндаляй. Вот миндаль, в принципе, по запаху, мне кажется, он напоминает вишенку, иногда по вкусу, ну как-то так. В общем вот такая соль у меня, на самом день рождения она мне подарила Рафаэла, я она спросила, что, я говорю, у Рафаэла, я говорю, хочу Рафаэла. А я, правда, еще это Рафаэло не вскрывала, тут хоть елочка нарисована, ну какая-то, какая-то, если ее снять, то тут будет просто Рафаэло. Ну, я думаю, что старожилы моего канала знают, что я люблю Рафаэла, когда у меня еще было там где-то 400 подписчиков в прошлом году, в мае, мне даже посылали Рафаэла, аж два человека из разных стран, из России, из Германии, привет вам, если вы смотрите меня, вдруг внезапно Наташа из Германии, Денис, который куда-то пропал с лисенком на аватарке, Дениса тебе беспокоится, Наташа куда-то делся. В общем, ну я думаю, ты там полностью погружен в свои семейные дела, насколько помню, ты там дважды папа. Так, это у меня подарок второй, этот, моей подружки Даши. Так, кот у меня с микроволновки пытается чего-то такое, в общем, извращается по-страшному. В общем, эту соль я уже, сейчас он пойдет по столу. Эту соль я сама пробовала, белую она мне очень нравится, вообще мне нравится соль из Атака, вот я покупала как-то, еще показывала в пустых баночках, такой пакетик, и соль, кажется, от спа, вот эти где-то 500 грамм на 14 или 15 рублей стоит, и она практически без камер, ну там один у меня бракон, наверное, пакетик попался, вот эти тоже, я не заметила, чтобы не были какие-нибудь камни, которые вбиваются в кожу, нижнего полушария мозга или еще что-то, в общем, тут соль ароматизированная для принятия ванн, морская, ну и в составе соль природная, хлорид, натрия и отдушка. Ну, конечно, напрягать нет немножко, что тут отдушка, я привыкла в белую соль добавлять, к чередашке сказала, допустим, несколько капель розового масла, потом лепестки роза, то все в какой-нибудь там, типа, бумажного, тряпочного, бумажного, конечно, какую-нибудь там сеточку, бумажный, тряпочный пакетик, и все это вот под мощную струю горячей, или типа того, воды в ванну, и оно так растворяется, вообще мне такую идею подала вот два назад, моя подружка Ксюшка, которая вряд ли смотрит мой этот видеобред, она даже отписалась от моих страничек ВКонтакте, вот этот мыльный, вот этой вот, ну травомыльный, вот этой вот самой, посвященный канал, ну, короче говоря, вот именно она мне тогда эту идею подала, и с белой солью я обычно так и делаю, ну, в принципе, можно и просто ароматно, и меня даже спрашивают, я не знаю, как-то это то или все вместе, я говорю, или по отдельности соль и пена, или все вместе, иногда еще что-нибудь добавлю, какого-нибудь там травяного настоя, в общем, и соль для ванн пихта, вообще считается круто, когда там это пихта, ну, в смысле это сосновая там, да, ну, тут, конечно, это не пихта, это отдушка и красители, но не суть важная, соль природная, а хлорид натрия, они обе по 900 грамм, ну, это, да, это вот атаковская, ашановская марка каждый день, дешевая сергита, ну, в общем, мне нравится, я вообще очень рада, я не ожидала, что она мне вот подарит, да еще вот так все вместе, в общем, ну, вообще, внимание приятное вот так вот получить что-то такое, вот эту, не поверьте, я ее всегда хотела, я мимо ходила, но у меня столько было в руках этих уже накуплено, ну, блин, как я это допрос, или приходилось с какой-то минимальной суммой, у меня тупо там было вот на что-то минимальное, что у меня запланировано на листочке, да, я до сих пор хожу в магазин с листочком бумажки, где список литературы написан, если я его не беру, то я покупаю лишнее, иногда забываю тот листочек и покупаю действительно то, что мне надо, ну, как-то так, чаще всего по листочку, конечно, потому что можно что-то забыть, в общем, это лучшие рецепты мира, я называю вам «Волшебный солнце» с экстрактами лаванды, мяты и ромашки, англия, ну, тут история какая-то про Ричарда первого «Львиное сердце», если вам интересно, просто загуглите в интернете, там, в Яндексе или еще куда-нибудь, ну, я думаю, что-то более-менее вменяемый, ну, тут, правда, лимонная кислота, не знаю, пищевая парфюмерная композиция, пищевые красители Е-110Е-142, ну, знаете, как-то это, мне, конечно, ее позиционируют как натуральную или что-то в этом роде, хорошую косметику, это у нас, сколько я помню, изначально была, по-моему, бабка Агафья, потому что первое решение, а первое решение выпускает и бабка Агафья тоже, ну, короче, экстракты лаванды, мяты и ромашки у нас в самом-самом конце, ну, да, и фиг с ним, все равно давно хотела попробовать, посмотрим, что это, принимать ванну в течение 15 минут, один-два колпачка в ванну зафидачить, после вскрытия 12 месяцев, 600 миллилитров объем, сделано в декабре прошлого года, до декабря 18-го года, ну, вполне нормально, кстати, я ее еще не вскрывала, чтобы по ним ходить, чем-то таким приятным пахнет, такое ощущение, что это вообще какой-то молочный йогурт, ну, в смысле, такой этот, или молоко с чем-то смешали, или йогурт очень жидкий, вообще, когда я вижу, написано на упаковке молочный йогурт, у меня сразу такой этот момент, еще он еще бывает, этот йогурт, если он не молочный, в общем, ну, Дамрадня мне подарила денежки, конечно, на Японию мне не хватит, как я сказала нашему товарищу, но из команды, все равно приятно, и что еще там, да, еще завтра я иду поздравляться там еще к одним друзьям, не завтра, в четверг, и не знаю, если вот у меня желание, или у вас желание, то я обозрю сей подарок, если, конечно, это не бабло, вот, не ловышка, потому что ловышку, что обозревать, вы и так видели, наверное, думаю, эти ловышки, если не сами зарабатывали, то родители вас спонсировали, в общем, если вам было интересно это видео, ну, и вы смотрели до конца, ура, то я очень рада, всем спасибо, всем пока, 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 пока,